Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня у нас уже 16 июля 2024 года и оперативные новости, которые выглядят на сегодняшний час. В Милоке, штат Висконсин, на национальном съезде республиканской партии, Дональд Трамп был выдвинут кандидатом в президенту республиканской партии. И он назвал сегодня своего кандидата на пост висепрезидента, это 39-летний сенатор АТГАЯ Джеймс Дэвид Вэнс, известный своей жесткой антиукраинской позицией. Так это выглядит на сегодняшний момент. Криминалисты установили, что на митинге, на котором было совершено погружение на Трампа, стреляли из трех единиц огнестрельного оружия. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных структурах сообщает американский телеканал CNN. Напомню, согласно официальной версии ФБР, стрелок, который покушался на жизнь Трампа, действовал в одиночестве. У него не было официально никаких сообщников. Суд во Флориде прекратил уголовное преследование о ненадлежащем обращении с секретными документами в отношении 45-го президента Дональда Трампа. По формальным причинам прокурор не имел полномочий руководить этим расследованием, решил суд. Центробанк России засекретил официальные данные о торгах долларом, евро и иеной. Все данные удалены с официального сайта Центробанка. Такое решение руководителя ЦБ Набиулиной. Зеленский заявил о том, что представитель России должен быть на следующем саммите мира, который должен состояться до ноября. В Госдепартаменте США заявили о том, что поддержит Украину, если она решит пригласить представителя России на следующий саммит мира. 44% украинцев готовы к началу мирных переговоров с Россией. 35% выступают против. Разведчика Романа Червинского освободят из подстражи за залог в сумму 9 миллионов гривен. Об этом сообщил сегодня его официальный адвокат. И, наконец, возле резиденции Путина на Валдае нашли еще одну систему ПВО. Друзья, обо все этом поговорим далее. Итак, сегодня в Милоге штат Висконсин прошел национальный съезд республиканской партии, где Дональд Трамп был формально выдвинут кандидатом в президенты от республиканской партии. Он же назвал своего кандидата вице-президента. Неожиданная кандидатура, в первую очередь из-за молодости Вэнса. Ему 39 лет. Он сенатор от штата Угайо и уроженец этого штата. Он известен тем, что написал бестселлер «Деревенская элегия», где рассказывал о своей сложной биографии, сложном детстве. Он выходец из рабочей среды, который сделал сам себя. Тем не менее, закончил престижный Ельский университет. Занимался венчурным предпринимательством. Активно критиковал Трампа 8 лет назад во время выдвижения его президенты. Однако стал ярым трампистом, чем и, собственно говоря, и заслужил эту номинацию. Вэнс близок к Трампу, по взглядам на внешнюю и внутреннюю экономическую политику. Он экономический популист, выступает за введение дальнейших санкций против Китая, укрепление южной границы с Мексикой, борьбу с нелегальной миграцией и прекращение военной поддержки Украины. Он был известен с заявлением, когда сказал, что последний пакет помощи в 60 миллиардов долларов, который администрация Байна предоставила Украине, будет в прямом смысле последним. Также он известен тем, что никогда резко не высказывался против Путина и против Кремля. Ну, практически здесь он никакими громкими заявлениями не отметился. Тем не менее, решение выдавать Вэнса, который в два раза младше Трампа, очевидно, принималось командой 45-го президента на основании личных собеседований. Так они работают. Плюс полстеры, то есть социологи поработали, замерили, как в паре будут смотреться возрастной Трамп, супервозрастной Трамп, ну, как, собственно говоря, его соперник Байна. И молодой, абсолютно молодой, это один из самых молодых кандидатов, вице-президентов в американской истории, 39 лет. Вот, и, очевидно, пришли к выводу, что именно эта кандидатура устроит республиканский электорат. Тем не менее, естественно, для Украины это плохая новость, будем говорить откровенно, но мы никакого голоса в этой ситуации не имели. Мы могли только опосредованно влиять, но, очевидно, возможности дипломатии здесь оказались ограничены. Ну, подчеркнув, что это проблема Вэнс, это проблема не только Украины, но, в принципе, и всего Запада, который на последнем саммите в Вашингтоне принял решение о ежегодном выделении на поддержку Украины 40 миллиардов долларов. И администрация Байна также под это подписалась. Тем временем, сам Байден прекратил, как заявлял Трамп, два уголовных дела в отношении его, ну, по крайней мере, он это намекал, вот, скажем так, это были его намеки, а сегодня косвенно это подтвердило, вся история, хотя, ну, опять же, скажем так, как это интерпретировать? Интерпретировать можно как словами Трампа, а также можно интерпретировать, что просто победило правосудие. Суд во Флориде решил, что нужно прекратить уголовное дело против Трампа о ненадлежащем обращении секретными документами. По формальным причинам специальный прокурор Джек Смит был незаконно назначен на этот пост и не имел полномочий руководить расследованием. Решил судья, решила судья Эллен Кеннон, вот, чисто по формальным причинам. Также сегодня телеканал CNN со ссылкой на источники правоохранительных структурах сообщил о том, что на митинге, на котором было совершено покушение на Трампа, была стрельба, велась минимум из трех, из трех видов огнестрельного оружия. Напомню, согласно официальной версии ФБР, стрелок был один, действовал сам, без сообщников. Ну, понятно, что здесь можно сказать, что стреляли снайперы секретной службы и ФБР, которые находились в это время за спиной у Трампа, сегодня было опубликовано. Сегодня же была опубликована схема, согласно которой оказалось, что две группы снайперов, которые обеспечивали безопасность Трампа и находились за его спиной, не имели прямого выстрела. Одна, как минимум, из этих групп агентов спецслужб не имела прямого выстрела по 20-летнему Томасу Круксу. Она его не могла просто физически видеть, и только вторая группа, в конечном итоге, его ликвидировала. То есть, стрельба могла вестись, еще раз повторю, из самого ствола Крукса, а также двух стволов представителей спецслужб, которые занимались безопасностью митинга американского президента. Центробанк России засекретил последние данные относительно торговым долларом, евро и иеной. Соответствующее решение приняла глава Центробанка РФ Набиулина. Ранее сообщалось о том, что американский Минфин ввел санкции в отношении московской валютной биржи и запретил ей торговать американской валютой и евро, что привело к резкому скачку курса валют на российском рынке. В частности, на черном рынке за доллар и евро просили двойную цену. Позднее, правда, эта паника уже прекратилась. Западные эксперты считают Набиулину ключевым игроком путинской команды, которая обеспечивает нынешнюю стабильность путинского режима, в том числе курса рубля. То есть, она один из немногих эффективных менеджеров кремлевского режима, которая обеспечивает то, что российская экономика держится на плыву. Более того, она даже демонстрирует рост. До этого Центробанк ежедневно опубликовал информацию об оборотах торговых долларом, евро и юаней с расчетами завтра между банковских, так и общих. Однако, теперь будет не просто прекращена публикация подобной статистики вне биржевого валютного курса, а опубликованные ранее данные также удалены с официального сайта российского регулятора. Однако, сокрытие этой информации вряд ли повлияет серьезно на рынок. Считают экономические эксперты, очевидно, что крупные игроки и так будут далее в курсе всего происходящего. Крупные игроки, да, а просто российское население нет. Все эти шаги предпринимаются в первую очередь для того, чтобы официально сообщается, скрыть информацию от западных правительств и таким образом ограничить санкционное влияние и сохранить нынешний курс российской национальной валюты. Окажется ли этот шаг эффективным, пока, говорит, слишком рано. Президент Зеленский тем временем заявил, что представители России должны быть на следующем саммите мира, который должен быть подготовлен к ноябрю нынешнего 2024 года. Президент, которого цитирует Суспильное, заявил, что план очередной мирной конференции или саммита мира будет выработан к ноябрю. До этого также планируется провести не менее трех встреч по украинской формуле мира, которая была обсуждена на последнем саммите мира в Бюрбенштоке в Швейцарии. И уже есть на это реакция американского Госдепа, в частности, представитель Госдепа Мэтью Миллер, который всегда комментирует подобные вопросы, заявил, что Украина должна сама принимать решение, когда будут предпринять дипломатические шаги по отношению к России, когда эти шаги будут уместны. Мы всегда в США поддерживали дипломатию, когда Украина была готова, но никогда не было ясно, что Кремль готов к реальной дипломатии. Тем временем эти заявления уже базируются на реальной социологии, которая была проведена авторитетным центром Разумкова. Эти данные были опубликованы сегодня. Так вот, согласно этому опросу, 44% украинцев выступают за началомерных переговоров с Москвой, 35% выступают против. При этом 21% затруднился с ответом. Больше всего за начало подобных переговоров выступают жители центра Украины, 49%. В западной части Украины за переговоры 35%. На Востоке переговоров хотят всего лишь 30% опрошенных. Против них там выступают 34%. Как видим, Восток, который больше всего пострадал от российской агрессивной войны, как раз таки выступает против переговоров с Путиным. Также 83% опрошенных украинцев заявили, что не согласны с ультиматумом Путина, они не согласятся с выводом украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области. Это было ключевое. 77% украинцев выступили против снятия с России любых международных санкций, чего также требует Кремль. Также 76% украинцев уверены, что Путин допускает в мир только на своих условиях. Вот такие, скажем так, допущения, которые сегодня прозвучали. И, наконец, как свидетельствуют данные Google Maps, от 6 мая на острове Рябиновый в 4 километрах от резиденции Путина на Валдае установили вторую систему ПВО, российский панцирь С-1. Ранее такое же сооружение, специальное построенную башню, заметили в Подмосковье. Подобные объекты любил строить Гитлер в Третьем Рейхе. И наиболее хорошо сохранившиеся башни есть на территории Баварии. И, в частности, в Вене. Это такие специальные башни, на которых устанавливались системы ПВО. Это место является излюбленным местом отдыха для венцев и туристов. Если были в Вене, я думаю, знаете, если не были, стоит к этому месту съездить. Ну, в принципе, любовь Путина к Третьему Рейху и его истории общеизвестна. Также о том, что панцирь С-1 размещен на Красной Поляне в Сочи, ранее сообщал российский оппозиционный политик, ныне покойный Алексей Навальный. Как мы видим, у Путина практически ничего не меняется. Такие у нас, друзья, оперативные новости. Сегодня ночь, 16 июля 24 года. Спасибо вам за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте трансляцию. Не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым. Спасибо всем спонсорам и фанатам канала за вашу поддержку. Берегите себя. Тихой ночи. Слава Украине, слава ЗСУ, слава Украинскому спецназу. С вами был майор Украинский армия Тарас Березовец. Тихой ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok